Список импортных автомобилей, доступных на российском рынке, сокращается на глазах, из-за повышения утилизационного сбора в начале этого года многим автопроизводителям пришлось пересмотреть прайс-листы на модели иностранной сборки. Уже прекращены продажи седанов и хэтчбеков Mazda 3, флагманских Volkswagen Artaun, а теперь с нашего рынка ушел кроссовер Renault Calais. Он был последней легковой моделью в российской гамме, которую производили за пределами России. Отныне самым дорогим автомобилем Renault у нас будет кроссовер Arkana, топ-версии Prime с турбомотором и полным приводом стоит 1 миллион 702 тысяч рублей. Для сравнения, за Renault Calais просили как минимум 1 миллион 699 тысяч, в то время как цена самой дорогой версии достигала 2 миллиона 338 тысяч рублей. Как сообщает российская газета со ссылкой на пресс-службу компании Renault, поставки кроссоверов в Россию были прекращены еще в начале года. Теперь же подошли к концу складские запасы. Любопытно, что свежее одобрение типа транспортного средства на Calais было выдано буквально за пару недель до приезда последней партии машин, и действует оно до конца 2022 года. Впрочем, импортный Calais никогда не пользовался высоким спросом в России. За весь прошлый год модель разошлась скромным тиражом 688 экземпляров, а за первые 8 месяцев этого года продано 272 машины. Обновленный Calais до российских дилеров так и не добрался, старт продаж был намечен на весну этого года. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.